Нас очень часто спрашивают, чем же вы занимаетесь в своем коралловом клубе? И многие из нас по праву отвечают, мы занимаемся просвещением. Передавая свои знания другим людям, мы создаем и воплощаем главную идею нашей компании – создание внутренней гармонии и внешней гармонии. Здоровье – особая ценность для каждого. Здоровье – это ключевая характеристика человека, важнейший жизненный приоритет, определяющий возможность реализовать все его устремления. Но для этого, чтобы жить долго и при этом не болеть, не обязательно быть врачом. Необходимо просто иметь знания о своем организме, причинах заболеваний, о способах и методах восстановления и поддержания. Такие знания уже на протяжении многих лет дарит нам Академия здоровья. Более 30 городов, много-много стран, много-много дистрибьюторов, которые прошли это обучение. И на сегодняшний день можно по праву сказать, что Международный Коралловый Клуб – это одна из престижнейших компаний в плане получения качественных и широких знаний. И сегодня мы имеем честь представить на этой сцене руководителя Академии здоровья, главного врача Московского института восстановления здоровья, руководителя Международного проекта «Право на здоровье», кандидата педагогических наук, серебряный мастер компании Ольга Бутакова! Каждый человек хочет быть здоровым. Хочет прожить долгую и счастливую жизнь. Но ни для кого не секрет, что с каждым годом эта счастливая жизнь становится все более призрачной. Причин этому множество. Постоянные стрессы, которые переживает человек, кризисы, экономические, социальные, психологические, вредные привычки и социальные болезни, некачественное питание и вода, и, конечно, плохая экология. Все эти факторы отрицательно сказываются на самом главном – на здоровье человека. А невозможно быть счастливым при отсутствии здоровья. Самого дорогого, что может быть. Каждая эпоха, каждый народ ищет свои пути выживания и сохранения генофонда нации. И от того, насколько правильные пути они найдут, зависит будущее человечества. Кто виноват в наших болезнях? Государство, школа, семья? Ответ может быть только один. В наших проблемах виноваты мы сами. И пока мы этого не поймем, здоровы, а значит и счастливы, не будем. Ольга Алексеевна Бутакова. Врач, кандидат педагогических наук, руководитель Академии здоровья Международного Кораллового клуба, автор 10 научных монографий и учебных пособий, 25 методических рекомендаций, более 30 научных статей и публикаций, большого количества научно-популярной литературы. Руководитель национального проекта «Право на здоровье», серебряный мастер Кораллового клуба. Семь лет назад в России специально для международной компании «Коралловый клуб» Ольгой Бутаковой совместно с Андреем Гуреевым была создана Академия здоровья. Цель – обучение всех желающих способам и методам сохранения своего здоровья при помощи 100% натуральных обогатителей питания. Для этого была разработана авторская программа, в которую вошли все необходимые сведения об организме человека, о способах его работы и воздействии на него вредных факторов, и о необходимости восстановительных программ питания, очистки, защиты организма. Основной научный интерес врача и педагога Ольги Бутаковой лежит в области разработки технологий по сохранению здоровья людей при помощи экологических природных факторов и натуральных природных продуктов, а также обучения людей культуре здорового образа жизни. Основная научная идея – в понимании личной ответственности каждого за свое здоровье, здоровье близких ему людей и здоровье планеты в целом. Ольга Бутакова принимала участие в социально значимых общественных проектах, касающихся основных причин заболеваемости, пропагандирующих здоровый образ жизни, в том числе в телепрограммах, транслирующихся на федеральных телеканалах, таких как «Великой тайной воды», «Осторожная еда», а также в десятках проектов региональных телевизионных компаний. За 10 последних лет Ольгой Бутаковой обучено более 10 тысяч человек, более чем в 40 городах России и 10 странах мира. Это 10 тысяч дипломированных специалистов по культуре здоровья, огромная армия осознанных потребителей продукции «Кораллова клуба», которая несет культуру здоровья всем людям мира, культуру здорового образа жизни. Ольга Бутакова, серебряный мастер международной компании «Коралловый клуб». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо. Доброе утро. Как все уже знают, я говорю, утро добрым не бывает для меня, во всяком случае. Я ужасно боюсь, вообще ужасно боюсь. Сколько лет выхожу, столько лет и боюсь. Но сегодня я буду выступать не как врач. Сегодня я буду выступать как педагог. Как человек, который с медициной уже более-менее для себя разобрался. И которому надо понять и помочь вам это понять. Почему же все-таки, имея в руках столько всего, мы нездоровы. Почему мы болеем. Почему мы живем меньше, чем мы хотим. И нам надо разобраться именно в причинах. И поэтому сегодня у меня будет другой доклад. Сегодня у меня будет доклад педагогический. Универсальная модель здорового образа жизни. Я человек очень конкретный. И я всегда говорю, сколько вешать в граммах. Сколько бы я ни разговаривала с людьми, во многих странах, в десятках стран, все хотят жить здоровым образом жизни. Я думаю, если сейчас вас спросить, поднимите руки, кто хочет жить здоровым образом жизни. Вот поднимите руки. Ну, практически, да. Практически все хотят жить здоровым образом жизни. Как это сделать? Что это такое? Что надо делать? Что надо не делать? Потому что человек должен знать конкретно, что такое здоровый образ жизни. Уже настало такое время, когда это не просто ряд мероприятий. Это философия. Это концепт. И сегодня я первый раз в жизни буду говорить об этом концепте. Буду говорить не как врач, а как педагог. Я сегодня скажу вам 10 важных вещей. Очень важных. Кто-то посчитает, 3 услышит. Кто-то услышит, 7. Кто не услышит, спросите потом меня в личном порядке то, что вы не услышали. Считайте. 10 вещей будет концептуальных, изменяющих вашу жизнь. И вы их обязательно должны понять. Универсальная модель здорового образа жизни. Универсальная говорит о том, что она подходит всем, включая собак, кошек и мышек. Модель. Что такое модель? Это не просто модель парохода или модель машины. Маленькая моделька, да? В модели есть 3 уровня. Аксиологический, онтологический и технологический. Это чтобы вы сразу поняли, что педагогика – дело серьезное. Это серьезнее, чем медицина. И все 3 уровня должны быть доведены до бумаги здорового. Что такое здоровье? Даже в словаре Даля нету понимания, что такое здоровье. Образ. Образ – это икона. Образ – это то, чему мы поклоняемся. И у каждого своя икона. Вот какую икону вы нарисуете, какой образ вы представите, так вы будете жить. Если у вас образ балерины, то вы будете жить, как балерина. Если у вас образ лошади Прожевальского, то вы будете жить, как лошадь Прожевальского. И жизнь. Жизнь – это самое главное. Универсальная модель здорового образа жизни. Дальше. Пожалуйста. Следующий слайд. Кризис. Мы с вами начинаем, как когда-то в Ермолино, сейчас новый виток, а это новый виток кораллового пространства, в кризис. Что такое кризис? Для кого-то это плохо. Вы все смотрели фильмы, в которых сидит медсестра у кровати умирающего больного и ждет какой-то кризис. И когда этот кризис наступит, у нас это снижение температуры в медицине, медсестра говорит, все, больной будет жить. Так вот, у нас наступил с вами кризис в стране, в мире. Это кризис не только финансовый, он глобальный. И после него мы будем жить. Дальше, пожалуйста. Но важно, что жизнь – это система спланированных кризисов. Это не просто кризис, который пришел откуда-то, потому что мы хорошо жили. Вся наша жизнь от первого момента до последнего – это система четко спланированных кризисов. Человек в утробе матери, ему надо родиться. Это для него кризис жесточайший. Если он не научится жить по-другому, он умрет. Он пошел в школу. Не научится социальному взаимодействию – не будет нормальным человеком. Половое созревание – не научится жить по-другому, система завянет. И такие кризисы у нас постоянно. Смена работы, поступление в институт, армия. Первая любовь – кризис. Если человек во время кризиса не изменится, все, считайте, он погиб. Если он будет делать вид, что ничего не произошло, то система разрушится. И так далее. Рождение ребенка, пенсия. То есть система мощных спланированных кризисов. Дальше, пожалуйста. Но выход из кризиса есть один. Выход из кризиса только. Нет двух выходов из кризиса. Вот если вас съели, у вас два выхода. А если пришел кризис, выход один. Изменение образа жизни. Мы называем это другим словом. Адаптация к среде. Среда изменилась, попробуй адаптируйся. Но за словом адаптация ничего не стоит. Надо говорить конкретно, своими словами. Диктую большими буквами. Изменить образ жизни. Если образ жизни не меняется, система разрушается. Дальше, пожалуйста. Что такое система? Ну, для кого не секрет, что я люблю системные знания. 12 систем, система причин, система следственных связей. Так вот. В мире существует множество систем. Машины, математические, механические, биологическая система. И мы, универсальная система, человек. Она состоит всего лишь из двух вещей. Не ищите третью, там ее нету. Первое, это состав системы. Что такое состав системы? Состав это, у нас это органы, там, дыхательная система нашего организма, там, нос, рот. В машине это колеса, руль. В математике это цифры, числа. И структура системы, то есть взаимосвязь. Вот у нас здесь сидит огромное количество людей. У всех есть 12 систем. То есть это состав. Но, один абсолютно здоров, а другой глубоко болен. Вторая важная составляющая часть, структура системы и взаимодействие между элементами. Как работает центральная нервная система? Как ее подхватывает другая система? Как вы дышите? И так далее. Кто-то все время думает о сексе. А в это время надо кушать. Кушать тоже надо. Кто-то все время кушает. Вообще не думает о сексе. Ну, например. Поэтому важна гармония, важны пропорции, важны соответствия. Дальше, пожалуйста. Главное развитие условия работы системы это соответствие связей. Я подбираюсь к здоровому образу жизни, чтобы вам было понятно, каким путем я шла и о чем мы вообще будем говорить. Так вот это соотношение и соответствие связей между элементами системы и будет составляющая часть здорового образа жизни. Дальше, пожалуйста. Система здорового образа жизни. У нее четыре столба. Представьте себе табуретку, у которой четыре ноги. Не ищите больше, там больше нет ничего. Уже искали. Четыре. Все, что вы назовете потом, это будет один из четырех, но в другом варианте. Кто-то говорит, а надо еще иммунитет укрепить. Надо, но это защита. Четыре ножки, табуретки здорового образа жизни. Первое. Питание. Я не буду вам читать лекцию по питанию, безусловно. Но тот, кто не научится питаться правильно, его система, его организм работать не будет. Вторая ножка. Движение. Вечное, оптимальное движение. Правильное. Необходимое. Достаточное. С момента рождения до последнего вдоха. Человек не должен уходить на пенсию. Нет такого слова пенсия в здоровье. Надо двигаться до последней минуты. Больного надо поднимать с кровати, пока он дышит. И он должен двигаться, работать, он должен себя обслуживать. Потому что так работает система, биологическая система. Очищение. Очищение не только то, что мы имеем в виду, кишечника от переедания. Очищение от среды, очищение от вирусов, бактерий и разных других патологических и содружественных нам элементов огромной глобальной космической системы Земля. И последняя защита. Вы можете сидеть на трех ногах без защиты. Потому что кто-то вам скажет, а я здоров, мне ничего не надо. Если вам ничего не надо, вам надо защищаться. И чем более вы здоровы, тем более вам надо защищаться. Поэтому нет ни одного человека в мире, которому не нужны были бы наши продукты, наши технологии, которому не нужны были наши знания. То есть мы нужны практически всем с рождения и до конца. Четыре ноги, стула, которые называются здоровый образ жизни, система. Дальше, пожалуйста. Но самое главное, что между ними должна быть взаимосвязь. Треть страны бегают по утрам, по вечерам, километры, по пять, по десять, по пятнадцать, по двадцать. Другие очищаются по Малахову, по Семеновой, по Любрыгу и так далее. Третьи в этот момент голодают или наоборот питаются правильно. По Шелтону и так далее, и так далее. Ничего не работает. Все эти взаимосвязи должны быть совершенно четким образом устроены. Следующий, пожалуйста, слайд. Должно быть волшебное слово, которое называется одновременно. Мне хотелось бы, чтобы вы это слово записали. Запишите, пожалуйста, тот, кто пишет одновременно. Ничего не работает последовательно. Нельзя сначала питаться, а потом двигаться. Нельзя сначала защищаться, а потом очищаться. Все должно быть в каждую минуту, с рождения и до последней минуты одновременно. Я очень много знаю людей, которые сначала работают, ждут пенсии, а потом на пенсии болеют. Потому что у них нет одновременной жизни. У них жизнь параллельная, у них жизнь последовательная. Вот сначала закрою мастера, а потом начну жить. Потом начну думать о своем здоровье. Потом не получится. У нас нет потом. У нас есть только здесь, сейчас. Поэтому все должно быть в этой жизни одновременно.ру. Это волшебное слово. Его понять очень трудно. Его еще труднее принять, еще труднее его осознать. Дальше. Но существует очень важная вещь. Здоровый образ жизни не идет только по физическому миру. Мы с вами как привыкли. Здоровый образ жизни. Я правильно питаюсь? Нормально. Двигаюсь? Нормально. Очищаюсь тоже. Защищаюсь? Все, я живу здоровым образом жизни. Нет. У человека есть четыре мира, в которых мы живем одновременно. Дальше, пожалуйста. Моя научный руководитель моей докторской диссертации, академик Кима Якальна Вазина, уже 40 лет занимается методами, технологиями, моделями саморазвития. И она совершенно четко доказала в педагогическом пространстве, что человек живет одновременно в четырех мирах. У нас есть огромный духовный мир. У кого-то очень большой, у кого-то маленький. Но он находится как матрешка внутри наших миров. У нас есть мир наших чувств. Это совершенно потрясающий, удивительный мир страстей и эмоций, которые определяют нас. Это мир наших возможностей, мир наших энергетических планов. Если у человека сенсорный мир нарушен, у него не будет здорового образа жизни. У нас есть интеллектуальный мир. То есть у всех у нас есть разум. Разум, разум, одноразовый ум. И от того, как работает этот разум, от того, насколько научны наши знания, зависит то, каким образом мы будем жить. И у нас существует физический мир. Так вот мы заботимся с вами в основном о физическом мире. Мы чистим его, мы лелеем его, мы умываем его и так далее, и так далее, и так далее. Но мы абсолютно не заботимся о сенсорном мире. Мы практически не заботимся о своем интеллектуальном мире. И духовный мир у нас стоит на очереди. Мы только начинаем думать, что нам надо заниматься становлением себя, как творческого человека. Дальше, пожалуйста. Так здоровый образ жизни – это здоровье четырех миров. Дальше, пожалуйста. Одновременно. Одновременно. Нельзя быть человеком, у которого разрушены эмоции, и при этом давление 120 на 80, полтора литра мочи, полтора литра, полтора килограмма кала – это ни о чем не говорит. Если у вас не в порядке сенсорика, чувства, эмоции, ваши энергетические возможности, то не будет здорового организма, не может быть отдельно здоровья физического мира, не может быть отдельно здоровья сенсорного мира. Все идет одновременно. Дальше, пожалуйста. Итак, универсальная модель физического мира – питание, движение, очистка и защита. Дальше, пожалуйста. Наши продукты. Я могу о них рассказывать бесконечно. Бесконечно. И я на них рассказываю бесконечно. И вы, вы должны о них рассказывать бесконечно. Существуют две вещи, где платят, две организации в мире, где платят за слова. За каждое слово. Это телеграф и коралловый клуб. Там платят за слова. Вы пришли телеграмму. Слово вам деньги, слово вам деньги. Здесь точно так же. Вы должны знать о продукте все. Без этого невозможно, невозможно никакое оздоровление. Вы должны знать о продукте все досконально. Вы должны знать на вкус, на цвет, на запах. Вы должны четко его пробовать. Вы должны любить этот продукт. Я не буду сегодня вам рассказывать про продукт. Здесь собралась элита кораллового клуба. Вы будете рассказывать людям про продукт. Я уверена, что вы это знаете. Кстати, поднимите, пожалуйста, руку, кто прошел Академию Здоровья. О, спасибо. Очень приятно. Опаньки, неожиданно. Дальше, пожалуйста. Сенсорный мир. Обратите внимание. Такое же питание, сенсорное. Сенсорное питание называется чувство. Такое же движение, сенсорное, оно называется чувствительность. Мы потеряли чувствительность. Мы потеряли чувствительность к чужой боли. Мы потеряли чувствительность к чужим слабостям. То есть мы стали бесчувственными. Нам надо возвращать. Точно так же, как мы по утрам не делаем зарядку, мы не обладаем сейчас повышенной чувствительностью. Поэтому нам надо тренировать себя, тренировать своих детей. Нам надо развивать эту чувствительность. Нам надо двигаться чувствами каждый божий день. Сенсорное очищение, гармонизация. Нас захлёстывают эмоции. Причём эти эмоции не всегда положительные. Они могут быть отрицательные. И основная сенсорная защита – это только любовь. Нет такого слова «любовь». Есть слово «любить». Что такое любовь? Какая такая любовь? Любить. Если вы любите это движение, значит, вы получаете эту энергию, значит, вы её принимаете, транспортируете, вы живёте на волне этой любви. Нет, без разницы, кто вас любит в этой жизни. Главное, чтобы вы любили. Главное, чтобы вы любили себя, своих детей, своих друзей, наши продукты, наш клуб, своё сообщество, вашу страну, ваш город. Любить – это ваше состояние, это состояние ваших сенсорных миров. Следующий, пожалуйста, слайд. Интеллектуальный мир. Обратите внимание, интеллектуальное питание – это культура. Мы начинаем говорить о культуре. Да, у нас существует культура. И существует культура не только питания. У нас существует интеллектуальное движение. Это образование, образ и авание. Авание – это сотворение этого образа. У нас существует интеллектуальное очищение. Это наука. Либо знания научные, как наш продукт, под которые положены десятки, сотни новых концепций, положены новые технологии. Либо это что-то бабушка сказала на скамеечке. Потому что это хорошо. Интеллектуальная защита – это истина. Это истина. С этим немножко сложнее. У каждого своя истина. Но у каждого своя и жизнь. Следующий, пожалуйста, слайд. И духовный мир. Духовное питание – это вера. Есть вера – будет все. Это высочайшая энергия. Каждому по вере. Сколько будете верить, столько и дано. Движение. Духовный рост. Растите, укрепляйтесь. Духовное очищение. Очищение вашего духа. Дух надо воспитывать. Это серьезная вещь. Духовная защита. Укрепление духа. По всем четырем мирам проходит одна и та же табуретка с четырьмя ногами. Одни и те же блоки. Питание, движение, очищение и защита. Следующий слайд, пожалуйста. Так здоровье человека, оно может быть одновременно в четырех мирах. Здоровье нашего тела, здоровье наших чувств, здоровье нашего разума, здоровье нашего духа. Не может быть здоровым человек, который по всем другим мирам, кроме физического, имеет отклонения. Следующий слайд, пожалуйста. Одновременно, опять, одновременно. Одновременно верить, одновременно делать. Все протекает одновременно. Нельзя сначала заниматься телом, потом эмоциями, потом разумом, а потом духовным развитием или духом. Всем надо заниматься одновременно в единицу времени. Следующий, пожалуйста. Существует механизм. Я как методолог четко скажу, есть универсальный механизм создания здорового образа жизни. В нем только три вещи. Нет, ни четвертой, ни пятой, ни седьмой. Тоже не ищите. Это ваши потребности, это ваши способности и это ваше осознание. Потребности. Это механизм природного саморазвития человека. Следующий слайд, пожалуйста. Что такое потребности? Хочу. Я хочу быть здоров, но не могу, извините. Питаться не могу, денег нет, это не могу, это не могу. Три слова в жизни нельзя говорить. Три всего. И думать о них нельзя. Нельзя говорить слово не хочу. Если я подхожу к кровати умирающего больного, говорю, больной жить хотите? Он говорит, нет, не хочу. Я вчера пришла и разговаривала с женщиной, которая перенесла тяжелый инсульт. Я говорю, вы жить хотите? Она говорит, нет, не хочу. Я говорю, тогда вам помочь невозможно. Второе слово, которое нельзя, даже думать не могу. Человек может все, абсолютно все Что он не может, ему помогут И третье слово, которое не надо думать И не надо говорить, знаю Мы не знаем, как мало мы знаем И приятный сюрприз будет, когда мы узнаем что-то новое И понимаем, что мы этого не знали Итак, хочу, могу, осознаю Хочешь быть здоровым, будь, можешь Насколько ты это осознаешь? Потому что когда вам будут говорить Я, конечно, хочу быть здоровым Но вот это я не могу Вот это я пить не могу Вот это я есть не могу Я, конечно, не хочу быть полным Но я не могу не есть Мне надо есть, есть, есть То есть хочу и могу без осознания Это нарушенный механизм здорового образа жизни Хочешь, делай Сколько вешать в граммах, столько и вешай Следующий, пожалуйста Итак, хочу, могу и осознаю одновременно Одновременно Я сегодня вам не даю частности Я вам даю только законы Если вы будете отталкиваться от законов Все будет двигаться самостоятельно Если вы будете погрязать в частностях То вы пропустите самое главное Одновременно хочу, могу, делаю И осознаю, что я делаю Почему ты пришел в коралловый клуб? Сколько ты здесь будешь находиться? Хочу, могу и буду Вам не надо отчитываться ни перед кем в этой жизни Отчитайтесь только перед собой Перед своим сознанием Почему вы здесь? Зачем вы здесь? Что вы хотите? Что вы хотите от этой жизни? Сколько вы хотите жить? Сколько вы хотите иметь? Того, что вы хотите? Не знаю, денег, ценностей, благодати Вот сколько хотите, столько и берите Никто ни у кого не забирает Только ваше решение Хочу, могу, делаю Следующий слайд, пожалуйста Итак, существует константа Константа – это ведущая энергия мира Обратите внимание, удивительная вещь Физический мир константа – здоровье Человек рожден здоровым И он должен быть здоровым до конца жизни Если у него нездоровый образ жизни То у него жизнь будет не такая, какой он хочет Сенсорный мир константа – любовь Не может человек, который ничего не любит, быть здоровым Он изначально болен Он болен по сенсорному миру Интеллектуальный мир, познание Не может человек, который не стремится к познанию себя, окружающей среды До чего угодно быть здоровым Это нездоровый человек Он обязательно уйдет в сторону от истины И духовный мир – это вера Дальше, пожалуйста Так вот, универсальная модель здорового образа жизни Не по четырем мирам, выглядит так Это матрешка Это матрешка Внутри лежит вера На этой вере базируется культура каждого нашего слова Каждого нашего шага, каждого нашего движения Культура Вековая культура ваших народов, наших народов То есть любая культура, к которой вы, как культурный человек, приобщитесь Дальше идет доброжелательность Доброжелательность Здоровый человек – это в первую очередь доброжелательность Мы всегда говорим о позитиве, не просто позитив. Если человек позитивный, но недоброжелательный, это страшное дело. Мне Галя Иванова подарила книгу, я не знала, что это детская книга, она называется «Полианна», Эленор Порцер написала. Прочитайте, это самая лучшая детская книга, которую в детстве я не читала и которую я прочитала сейчас. Я ехала в поезде и читала эту книгу 4 часа. Я 4 часа плакала, соседка по поезду уже закрылась, она думала, что я болею просто, как раз в эпидемию гриппа было. То есть я не могла, со мной случился шок. Там буквально в одном слове скажу сюжет. Девочка очень бедная, у которой умерла мама, а папа был священник. И когда она говорила, что все плохо, он говорил, нет, Полианна, все хорошо, давай с тобой у нас будет игра такая. Что бы в жизни ни произошло, ты всегда будешь радоваться, всегда. Она говорит, а если нечему будет радоваться, он говорит, тем более ищи чему радоваться. И когда он спросил, что ты хочешь на день рождения, чтобы тебе подарили, а у них денег вообще не было, они жили на пожертвовании, они говорят, куклу. Пришел день рождения, ей не подарили куклю, ей прислали костыли. Маленькие детские костылики. Девочка заплакала, а папа говорит, мы с тобой договорились радоваться всю жизнь. Она говорит, а что может тут радоваться? Он говорит, ты не понимаешь, радуйся тому, что костыли тебе не нужны. Это величайшая радость, что они тебе не нужны. Ты ходишь на своих ногах. Не просто надо быть позитивным. И девочка всю свою жизнь так и живет, доброжелательно-позитивно. Надо не только самому быть в позитиве, надо этот позитив доброжелательно отдавать людям. И тогда Коралловый клуб, это будет пространство этого мира. Дальше, пожалуйста. Качество, которое должно быть у здорового человека. Качество. Работоспособность. Здоровый человек бесконечно работоспособен. Нет такого слова в медицине усталость. Если ты жив, то ты можешь работать. Нет такого слова усталость. Либо воды попей, либо в туалет сходи, либо ляг поспи, и все пройдет. Высочайшая работоспособность. Кто утром встал и говорит, я ничего не могу, я ничего не хочу, все, вы больны, вы глубоко больны. Но не по одному миру, а по четырем мирам. Может быть, ваш гложет зависть, может быть, у вас ревность мучает, может быть, у вас еще какая-нибудь там болезнь сенсорного мира. Может быть, у вас веры нет. У каждого свое. Есть диагностика по всем мирам, так же, как по физическому миру. Сенсорный мир, доброжелательность, интеллектуальный мир, образованность. Об уровне вашей образованности, нашей образованности мир будет судить о компании Коралловый клуб. Повышайте свою образованность, пожалуйста. И духовный мир, главная энергия, ответственность. Я отвечаю за каждое свое слово. Со сцены, с кассеты. Перед каждым могу отчитаться, где я это взяла, почему я это сказала. И вы точно так же. Мы все должны быть взаимоответственны за ту информацию, которую мы несем в мир. Это высочайшая ответственность. Но она лежит не перед Казаром и не перед Леонидом. Она лежит перед собой у вас. И перед людьми, и перед Богом. Поэтому это качество человека, который говорит, что я хочу жить здоровым образом жизни. Дальше, пожалуйста. Не видно будет. Эту систему мы вам дадим, потому что далеко очень. Дальше, пожалуйста. А дальше вот что. Человек родился. Если он не научится сосать, он умрет. Он тренируется в утробе матери, полгода сосет палец. Он учится. Он учится навыку на уровне выживаемости. Так непрерывное образование через всю жизнь. От рождения до смерти. Образование себя. Образование своих четырех миров. Для формирования здорового образа жизни необходим определенный уровень культуры. Вот его и дает непрерывное образование. Нельзя учиться сегодня или завтра. Нельзя закончить академию когда-то там 300 лет. Если меня спросят, что было на прошлой академии, я не знаю. Я никогда не могла понять, что такое войти. Нельзя дважды в одну реку. Я подходила к воде и выходила. Не могла понять. И в один прекрасный момент я поняла, что вода уже не та. Вода уже утекла. Там нет ни одной старой капли. Там новая река. Поэтому не бывает законченной школы. Не бывает законченного института. Образование должно длиться с рождения и до последнего вздоха. Если вы имеете возможность в 70 лет что-нибудь закончить, закончите. И это будет высшая награда и высшее удовлетворение тому, кто это делает. Дальше, пожалуйста. А дальше все просто. Непрерывное обучение, познание себя, изменение способов жизнедеятельности, оценка качества жизни. Не все, ничего больше нет в обучении. Познай себя, научись оптимальному жизнедеятельности, процессу жизнедеятельности и оцени результаты. Обязательно оцени результаты. Сейчас люди вышли и сказали, результат. Так вот и в жизни, в здоровом образе жизни есть результат. Дальше, пожалуйста. А дальше? А что дальше? А дальше есть международная компания «Коралловый клуб». А дальше? Нет, назад, пожалуйста, верните. Это уникальное сообщество. Потрясающее сообщество людей, формирующих культуру. Это не просто дистрибьюторы, продвигающие продукт. Это люди, формирующие культуру. И вас таких большинство. Здорового образа жизни во всем мире. Это система глобального образования от человека к человеку. Система, для которой не нужны кабинеты. Для которой не нужны институты. Не нужны академии. Не нужны университеты. Нужны только вы. Люди, которые обучаются и передают эти знания. Я благодарю всех обучающих лидеров. Те, которые обучили свои структуры. Я благодарю лидеров всех стран. Это и Прибалтика, это и Казахстан, Узбекистан. Это сейчас. Я даже не буду перечислять, потому что времени очень мало. Я благодарю всех, кто обучился. Но за что я благодарю? Не за то, что вы обучились. Я благодарю вас за то, что вы дальше несете эту культуру. Потому что культуру надо нести. Ее надо отдавать людям. Культура здорового образа жизни – это культура четырех миров. Не может быть злой человек здоровым. Не может быть зависливый человек здоровым. Не может быть безответственный человек без ответа здоровым. Это все здоровый образ жизни и культура здорового образа жизни. Это я вам как педагог говорю. Я просто отвечаю за каждое свое слово. Если человек болен, то его надо лечить. Если человек хочет, то его надо учить. У нас есть четыре удивительных мира. Но у нас есть еще пятый мир. У нас есть еще пятый мир. Что это за мир, как вы думаете? Это коралловый мир. У нас есть условия для того, чтобы быть здоровым. У нас есть условия для того, чтобы жить долго. У нас есть условия... Музыку, пожалуйста. У нас есть условия для того, чтобы дарить это всему миру. Я желаю вам счастья. Я желаю вам образования. Я желаю вам спокойствия во всех ваших четырех мирах. Физического, работоспособности. Я желаю вам любви к каждому, к коралловому клубу, к себе, ко всей планете, к животным, ко всему, что движется, к растениям. Я вам желаю высочайшего интеллекта, который будет двигать все ваши мысли. Я вам желаю огромной веры в том, что если мы соединились, то мы сдвинем и взорвем этот мир. Мы взорвем его обучением. Каждый человек, который пришел к нам, может быть здоровым. Культура здорового образа жизни – это такая энергия, которая даст вам возможность быть самыми запрошенными людьми в мире. Огромный зал, огромные страны будут рукоплескать вам, потому что вы учителя, вы учителя здорового образа жизни. Я желаю вам счастья. Спасибо. Все. Серебряный мастер компании – Ольга Кутакова. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok